Саран-саран, с вами Эрран и вот наконец-то снова Димаш на моем канале. Вы меня попросили снять реакцию на исполнение украинской песни Димаша. Было, кстати, не так много человек, всего человека 3, наверное, или 4 попросили об этом. И меня попросили еще оценить вообще украинское произношение, потому что украинский это мой второй язык родной. Давайте посмотрим, я не совсем понимаю, что это будет за песня, потому что видео подписано, как Димаш поет на украинском языке. Поехали! Я люблю только ТБ. А, эту песню... Сейчас я послушаю. Эту песню, по-моему, исполнял Пономарев. Опять грустничок. Ну, тут, похоже, фан-видео, да, сделано это ж? И с китайского сайта скачали. Живи без тебе, я полетит. С тобою небо, я поверну, Пить час назад. Песня у него совсем по-другому звучит. Она прямо ложится на музыку. Она, он, голос его. Музыка. Видеоряд очень хорошо подобран под лирику песни. То, кто сделал это фан-видео, отлично вообще. Он ее иначе исполняет немножко, со своей подачей. Когда понимаешь, о чем он поет, такой резонанс идет, то есть его возраст и, казалось бы, какой там у него может быть опыт для исполнения подобных песен, но... Субтитры делал DimaTorzok Там второй голос какой-то. 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 Субтитры делал DimaTorzok Ребят, ну однозначно, песня проникновенная. Это именно такие песни Димаш исполняет. И это его амплуа. Поэтому ничего удивительного, что он справился отлично. Что касается украинского произношения, чувствуется русский акцент, что ли. Ну, некоторые ошибки в буквах и так далее. Но, в принципе, в целом я бы никогда не сказала, что он не понимает того, что он поет. То есть, посмотреть перевод песни, изучить каждое слово, что оно означает. Это совсем другое, чем понимать песню, которую ты исполняешь на языке. Если ты являешься, например, носителем этого языка. Меня удивляет, что он действительно не боится исполнять песни на других языках. Здесь справляется так, словно он через сердце эту всю музыку и всю лирику пропускает. Поэтому, конечно, я скучала. Боже мой, давайте второй проект. Я сейчас начну прочитать. Можно второй сезон с участием Димаша? Или что-нибудь еще с участием Димаша, чтобы мы регулярно с ним что-то смотрели. Клево. Я не поклонница именно этой песни. Но я скажу, что она действительно по лирике очень красивая. Пономарев, который исполнял эту песню, он тоже шикарный, мощный вокалист. И он тоже клево ее исполнил. Но у Димаша она зазвучала по-своему. И в некоторых моментах мне очень понравилось, что его голос в унисон с музыкой сливается. Это настолько редко бывает. Действительно, Димаш мудряется все больше и больше покорять мое сердце. Я надеюсь, что вам тоже понравилось это исполнение. Напишите, пожалуйста, свой отзыв в комментариях. И я рада буду прочитать все ваши комментарии. Ну, а на этом Саран-Саран. С вами была Ари Ран. Я вас всех целую, люблю. Пока-пока-пока.